Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале! У нас за окном уже достаточно тепло, можно сказать, что наступила наконец-таки настоящая весна, уже можно убрать подальше теплые пуховики, достать кожаную куртку, гулять, наслаждаться этим временем года, так что это не может не радовать. Сегодня я хочу рассказать вам о тех вещах, которые я купила для весны, которые я буду использовать этой весной или уже которыми пользуюсь, так что если вам интересно, то оставайтесь со мной. Первое, что я делаю, когда происходит смена сезона, я перебираю гардероб. Обязательно перебираю гардероб. Я убираю все теплые вещи подальше, какие-то теплые свитера, достаю легкие блузки, которые можно носить летом просто так, а сейчас весной, например, с кардиганом или пиджаком обязательно все это перебираю, это позволяет мне легче ориентироваться в шкафу, и он у меня не загроможден теплыми вещами, которые уж точно мне не пригодятся в ближайшие несколько месяцев. Также я перебираю вещи на предмет того, буду я это носить, не буду. Возможно, какие-то вещи мне не подходят по размеру, или какие-то, ну просто душа к ним не лежит, потому что, может, они вышли из моды или просто надоело. Такие вещи я стараюсь либо кому-то раздать из себя в нормальном состоянии, либо вообще выбрасываю. Также у меня есть определенная категория вещей, так сказать, на испытательном сроке. Я их вешаю в определенную часть шкафа в одно место и стараюсь ими пользоваться. Если я ими не пользуюсь за ближайший месяц-два, то они тоже, к сожалению, а может и к счастью, покидают мой шкаф. Я бы всем советовала делать разбор гардероба, желательно сезонами, так вы освобождаете место для новых вещей, и вы не складируете то, что вам не нужно, вам не интересно. Также я составляю список вещей, которые мне необходимы. Например, я смотрю, чего мне не хватает. На мне рубашка, которую я приобрела не так давно, это легкая такая блузка, она можно застегнуть полностью на все пуговицы, можно носить так, как я сейчас ее надела. Она из очень легкого, тонкого материала, в ней будет замечательно ходить летом, и сейчас весной, либо когда тепло в помещении, либо сверху надевать пиджак, может быть картиган. Мне очень нравятся такие вещи. Также я составила себе список, что еще я хочу купить. И, например, у меня в списке джинсовая рубашка с открытыми плечами, или если не джинсовая, то белая. На самом деле это сейчас тренд на такие рубашки, да и не только рубашки, вообще любые вещи с открытыми плечами. Я вот хочу рубашку, если я найду такую, то я обязательно куплю. Это помогает экономить и время в магазине, и зачастую деньги, вы не гребете все подряд, а знаете точно, что есть в вашем списке. И мне так очень удобно. Я уже давно практикую составление конкретного списка вещей, которые мне нужны, и потом уже за покупкой веду именно по нему. Далее еще одно приобретение мое на весну, это шляпа. Шляпа это черного цвета, как и блузка, точнее рубашка, которая на мне была приобретена в H&M. Она очень мне нравится, интересно смотрится на голове, разнообразит любой образ, дополняет его. Мне кажется вообще замечательный и стильный аксессуар. Также на эту весну я прикупила себе белые кроссовки. Это New Balance 420. Они из замши и кожи, замши такого бежевого цвета, кожа белая. У меня до этого были белые кеды, и я с удовольствием носила их, но уже срок пришел. Мне пришлось с ними расстаться, теперь я с удовольствием буду носить кроссовки. Мне кажется, это невероятно стильно. Вообще я влюбилась в кроссовки New Balance, потому что это практически универсальная обувь. Их можно и как со спортивным стилем, какими-то джинсами одевать, так и под брюки, и под платье. Мне кажется, белые вообще будут замечательно носить под какие-то летние легкие платьишки, либо под драные бойфренды джинсы. Так что я уже жду не дождусь, когда у нас станет совсем тепло и чисто, для того, чтобы носить свои новые белые кроссовки. И продолжая эпопеи с кроссовками, я приобрела себе Nike. Это вроде как беговые. Внешне они напоминают очень New Balance. Только здесь замша совсем чуть-чуть, остальное это ткань. Вообще я планирую в них кататься на велосипеде, когда я открою велосезон. Я уже тоже жду этого времени. Но сейчас, в данный момент, я ношу эти кроссовки просто так. Каждый практически день, когда мне хочется их носить. Я заговорила про велосезон. И да, я считаю, что весна это вообще идеальное время для того, чтобы заняться спортом, если вы еще не занимаетесь. Потому что зимой зачастую выходить из дома не хочется. Хочется просто укутаться в какой-то теплый плед и сидеть под ним. И даже не вылазить именно из-под пледа, не то что из дома. Также любой новый сезон у меня обязательно сопровождается сменой парфюмов. В прошлом году мне подарили вот такой аромат Dolce от Dolce & Gabbana на 8 марта. Он у меня теперь ассоциируется именно с весной. Это такой легкий аромат цветов. Не то, что вот вы уткнулись носом в цветочный букет и прям задыхаетесь от этого аромата. Нет, он очень тонкий, очень легкий и очень воздушный, мне даже кажется. Так что, если вы не знаете этот аромат, я бы вам советовала его. А этой весной я прикупила себе Chanel Chance, это Au Fresh. Прошлой осенью я пользовалась классическим Chanel Chance, это очень перечный сладкий аромат. А для весны я решила приобрести, так сказать, облегченную его версию, Chanel Chance Au Fresh. Макияж, он сохраняет перечность классического шанса, но при этом в нем находится, как мне кажется, то ли лайма, то ли лимона какие-то нотки. То есть для меня он пахнет именно так. Также я бы сказала, что он пахнет свежестью. Относительно макияжа могу сказать, что в мою жизнь возвращаются более яркие какие-то розовые помады. Я снимала об этом отдельное видео и ссылку обязательно оставлю в описании. Сегодня на губах у меня два крайних оттенка из палитры помад Makeup от Илье. Заглядывайте в видео, там я и про нее рассказываю, и про другие розовые оттенки. Этой весной в мою жизнь также вернулись румяна. Самые любимые это румяна от Chanel. Это лимитка прошлой весны, Camellia. Они настолько красивые, они настолько естественные. Сегодня я как раз таки использовала их в макияже. Вообще шикарные румяна. И запах, вот им уже больше года, а запах остался без изменений такой же прекрасный. Девушки, напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, вы знаете какой-то похожий оттенок. Потому что здесь уже стал стираться немного рисунок. И я просто боюсь, что этот продукт у меня закончится, и у меня больше не будет такого красивого оттенка. Потому что здесь всего 3 грамма, но они замечательные. Также не могу не отметить свои самые любимые лаки для ногтей, которые я выбираю для весны. Это какие-то мятные оттенки. Это Mint Candy Apple от Essie. Я уже, наверное, года 2 или, может, даже больше остаюсь неизменной этому оттенку. У меня много мятных в коллекции, но вот этот очень мне нравится. Поскольку сейчас тепло, также яркие розовые оттенки мне нравятся. Это масуро-ягодные смузи у меня сейчас на ногтях. Очень красивый оттенок из их весенне-летней новой коллекции. Вообще, как мне кажется, о лаках мне можно снимать отдельное видео. Потому что я когда выбирала сегодня самые-самые интересные оттенки, мне было вот прям очень сложно. Также нюды возвращаются в мою жизнь. Это два очень красивых оттенка от Zoya. Оттенок Pandora и Candy. Мне они нравятся. Во-первых, качество у лаков Zoya очень хорошее. Во-вторых, очень богатая палитра оттенков. И мне они нравятся вот, наверное, по всем пунктам, которые только можно предъявить к лаку. И последнее, о чем я хочу сегодня рассказать, это средства для автозагара. У меня это Easy Sun от Riffgoche Professional. Это такие специальные салфетки для автозагара. Салфеточка идет в такой индивидуальной упаковке. Вы ее вскрываете там. Ну, в принципе, как обычная влажная салфетка, только она пропитана именно средством для автозагара. Вы просто ею мажете тело, и оно приобретает такой, мне кажется, очень естественный оттенок. Да, конечно, автозагар это не загар салярии, это не естественный загар. Он довольно быстро смывается. Но у меня такая кожа, у меня загар вообще не ложится. Я являюсь белоснежкой. Мне, чтобы приобрести красивый оттенок, вообще я не знаю, что сделать надо. Шоколадкой я, наверное, никогда не буду. А сейчас мы начинаем уже оголять ноги, ходить в юбках. И как-то ходить с кожей цветобледной поганки мне не очень хочется. Девушки, посоветуйте какие-то хорошие автозагары. Я до этого пробовала L'Oreal. Гель как-то там, я не помню, как она называется. В общем, гелевая текстура. Был неплохой. Потом мне в Ревгош за какие-то покупки дали пробник вот этих салфеток. Мне они понравились даже больше, чем L'Oreal, потому что чуть более естественный загар, как мне кажется. И мне кажется, у вот этих салфеток меньше запах автозагара. Не сказала бы, что его вообще нет, особенно когда кожу мочишь. Да, запах этот есть. Но приходится мириться. Так что, если вы знаете какое-то очень хорошее проверенное средство, то оставьте, пожалуйста, в комментариях. Такими были мои самые любимые, самые необходимые средства для весны. Какие-то новинки, какие-то перешли с прошлого года. Что-то я просто достала из коллекции, сейчас стала пользоваться. Я надеюсь, вам было интересно. Напишите в комментариях, что больше всего сейчас используете вы. Подписывайтесь на мой канал. До встречи в новых видео.